Здравствуйте, я студент группы E195, Лукашенко и Илья. Лабораторная работа номер 6. Получается, перейдем к коду. Сначала мы подключаем библиотеку серво. Серво обозначили MyServo. Дальше мы третью ножку подаем на выход. Ножку A0 на вход. Средиал begin это считывание. И серво моторчик на третью ножку подключаем. Потом мы считываем со входа кванты напряжения. Выводим их. Дальше мы через функцию map. Эти кванты переформатируем в углы поворота серво моторчика. MyServo это посылает на сам моторчик. И задержку 15 миллисекунд. Для того, чтобы серво моторчик, он же механический, и чтобы он успел среагировать на это все. Все, сохраняем, компилируем. Смотрим, как это выглядит. Он работает не совсем точно, потому что 50%, а должно быть 90 градусов. Он показывает почему-то 85. Но это не столь важно. 512 терминали. 0,5 выставлено. Так, и мы видим, что полторы миллисекунды изменения. Так как основную часть, он выключен. Основное время он не горит. Светодиоды. И в протеусе, потому что симуляция работает, ну, так себе, да. С маленькой яркостью он не будет включаться. Ну, начинает мигать. И странно, почему сейчас. Ну, можем, как бы, понижать сопротивление. Как бы, и на осциллографе оно так же увеличивается или уменьшается, если мы, как бы, меняем напряжение. Это первая часть. В второй части нам нужно сделать обратную. Чтобы менялось не от 0, а от 180, а от 180 до 0. Просто поменять два значения. И все. Теперь, если было 85 у нас было, то сейчас должно быть, ну, 95. Ну, как бы, оно 79. А, сейчас. Почему так? Ну, еще раз компилирую. А, ну. Вроде правильно. Ну, только странно, оно как-то с числами это работает. Но сейчас, когда мы понижаем сопротивление, повышается напряжение. И моторчик поворачивается. Право, да. Оно идет от 180 до 0. Если обратно. Должно быть наоборот. Сейчас проверим. Ну, да, теперь, если мы повышаем, то оно поворачивается налево, понижаем, оно поворачивает на правильно. Ну, как бы, работает правильно все, но освещает этот вывод. Угла очень странно. Ну, в принципе, все лабораторные работы. Вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok